По дороге Каждый нес по тяжкому кресту Двигались они немало дней Отмеряя за верстой версту Был средь этих мутников хитрец Незаметно к лесу он свернул И сбилил там у креста конец Чтобы крест не так плечо тянул Недоволенный пупников догнал С легкой ношей весело идти Только об одном хитрец не знал Что ущелье было впереди И кресты над пропастью легли Прямо от начала до конца По крестам они перебрались Все за исключением вы знаете кого Хитреца Крест его теперь был слишком малого Выбрал жребий сам себе хитрец Свой же крест никто ему не дал Ведь спасти чужой не может крест В жизни крест у каждого есть свой Не спеши свернуть в манящий лес Знает Бог несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест Знает Бог несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест Ну что дорогие друзья я вас приветствую И поздравляю с крестопоклонной неделей К кресту твоему поклоняемся Владыка И святое воскресенье твое славим Добрый-добрый вечер Со всех концов Со всех концов И Иркутск даже тут Моя родина Я очень-очень рада Всем привет Вот Что мы сегодня с вами будем делать Петь Плясать Ну плясать наверное не очень Места будет мало нам да Да и время крестопоклонное Но скоро-скоро Дождемся я думаю Пасхи А у меня к Пасхе новая песня Которая называется Пасха красная И накануне Пасхи я ее обязательно размещу На всех площадках Но еще до этого выйдет новая песня Которая называется Клювик Такая песня Которую мы написали Вместе с Надей Моей подругой детства Которая живет в Берлине Одну песню вы уже могли слышать Эта песня другим путем И вот вторая Клювик на подходе 1 апреля Если ничего Такого не произойдет Она Выйдет в свет На всех площадках Мы уже ее подготовили Ну а 15 апреля Выйдет песня Пасха красная Так Про это сказала Какие у вас Мои хорошие Есть вопросы Ну Может быть не сильно Каверзные Может быть не сильно Каверзные Да Спасибо вам за поздравления Я принимаю их круглый год Не обязательно 22 февраля Вот Тут был вопрос Где приобрести новый диск Новый диск Есть на всех цифровых площадках Теперь уже Слава богу Вот Но Если вы хотите Вещественно Его иметь в руках А может быть даже И с автографом То Без автографа Его можно приобрести В интернет-магазине Вайлдбрис Называется он Обнимаю душой А с автографом Если вы находитесь В Москве То вы можете Выбрать себе Когда вам прийти За этим автографом На какой из концертов Первый планируется Ну совсем уже скоро Прям на Пасху 16 апреля Но это не концерт Это будет такой Квартирник В доме поэтов На трехпрудном переулке Дом 8 В самом центре В доме Где нижний этаж Занимала семья Отец в частности Жил Марины Цветаевой Вот если вы хотите Со мной встретиться там То поспешите Потому что там всего По-моему 45 возможных мест Билеты можно приобрести Они недорогие совсем Это будет такая скорее встреча Автограф-сессия Ответы на вопросы Ну примерно то Что происходит сейчас Между нами экран А там вы будете От меня в шаговой доступности Екатерина В Петербурге Мы будем Мы будем И уже запланировали 22 июня У вас в Петербурге Тоже есть гнездо глухаря Я в Москве выступаю Сейчас в основном Гнезде глухаря И Мы решили Попробовать Ваше гнездо На зуб Каково оно Поэтому Я не знаю Есть ли уже билеты Мы только вчера Договорились о числе Поэтому может быть Еще пока Билеты в продажу Не поступили Но уже Число за мной Поэтому Имейте ввиду Что в Питере 22 июня Если ничего Сверхъестественного Не произойдет То мы планируем Там быть С Олегом Фоминым Нет Мы не дружим И даже не встречались По-моему Со времен Съемок Меня зовут Арликина Нет Один раз Мы встречались Мы ездили С этой картиной На Премьерные показы В Словакию Вот Там еще Виделись Где питерское гнездо Екатерина Вы поищите сами Гнездо глухаря В Питере Потому что Я еще там Ни разу не была И адрес С толком Не запомнила Но я его Нашла в интернете Поэтому я думаю Вы тоже легко Это сделаете Так Екатеринбург Ой Хочу 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 Екатеринбург Вот Вика Следующий альбом Я вообще Планирую Осенью Но опять-таки Как бог даст У меня уже Большинство Песен записано Это будут Песни-притчи Вот Но Также параллельно Идут И Сами Так сказать Сочиняются Можно сказать Песни Вот На стихе Наде Например Вот Она мне Выслала Стишки Я взяла Гитару Раз-раз Вот как Пирожок Испекла Очень быстро Бывают Конечно Песни Которые С которыми Мучаешься Но я не мучаюсь В основном Как-то так Мне Либо приходит Либо не приходит Пермь Тоже Пока не получается Ах В Питер Приедете Ренат Но я буду Очень рада Если вы Приедете В Питер Иркутск Тоже Моя мечта Все думаю Написать Мне может быть Филармонию Потому что Дело через Организаторов Таких вот Которые нам Делали Концерты Это очень опасно Потому что Большие вложения И неизвестно Что на выходе А все-таки Филармония Это государственное Учреждение И как бы то ни было В минусе Мы не будем Ах Самара Ах Самара Устраиваете концерты? Калуга Пожалуйста Я Я свободна Я могу приехать В любой город Если только Вы организуете Не просто на словах А приезжаете туда-то А хорошо Ну как приехать? Как? И Воронеж ждет И все ждут Да И я жду Самое главное Что я очень по всем соскучилась И очень всех жду Но Надо организовывать Либо обращаться к тем Кто этим занимается И предлагать Вот Да По поводу По поводу Как раз Интернет-магазина Вальдберрис Сейчас У меня Идет Скидка На Евангелие Я решила Что Великим постом Будет держаться Скидка Такая Как Практически Пустая флешка Я посмотрела Пустые флешки Такого плана Деревянные Они Стоят столько же Сколько У меня Флешка с Евангелем Вот такая Она В виде Замечательной В виде Книжки Деревянной Здесь открывается Она Но не всегда Открывается легко Потому что Все-таки Дерево И оно иногда Влажнеет Что ли Я не знаю Но она легко Расходится Несколько раз Туда-сюда Дернуть Пожалуйста Так что Вы можете Слушать Евангелие Если хотите В моем Исполнении Многие Хвалят Не всегда Действительно Есть время Читать Самим То куда-то Бежишь Можно В наушничках Слушать То куда-то Едешь Можно За рулем Опять же Хотя бы Так Чем Никак Мне кажется Так что Скидочка Действует Только на Великий Пост Заканчивается Пост Заканчивается Скидка Вот Что-нибудь Вам Исполнить Да Я хотела Еще Мои хорошие От всей души Поблагодарить Тех Кто На день Рождения Собрал Мне Кругленькую Сумму Это мои Постоянные Почитатели Которые Всегда Приходят На концерты Не пропускают Некоторые Вообще Ни одного И Удалось Уже Купить Приобрести Практически Все Запчасти Из которых Будет Состоять Мой Новый Компьютер И я Смогу На нем Монтировать Хорошие Клипы Собственно Я и так Сама Все Монтирую Сейчас И рассказы И песни Да Юлечка Я тоже Скучаю Я тоже Скучаю Вот И Завтра Должен Человечек Собрать Собрать Немаленький Такой Комп Компик На котором Я смогу Работать Потому Что Ноутбук Уже Совсем Не Тянет Хотя Я К нему Привыкла И там Все равно Есть Программы Для Звука К которым Я Наверняка Буду Прибегать Пока Мы Не Установим Эти Программы На Большом Компе Эльмира Просит Исполнить Свой Крест Ну да Крестопоклонная Неделя Я думаю Что Я правда Не Вспоминала Эту Песню Очень Давно Попробую сейчас Главное В тональность Попасть Да По-моему Так Он Жил Не Жил Существовал На Бога Часто Он Роптал Пол Не Под Силу Крест Ему Нести И Вдруг Однажды Видит Сон В каком То Месте Будто Он А там Куда Не Глянь Одни Кресты И Сам Господь Придмит Стоит Ты Волен Выбрать Говорит Тот Крест Который Сможешь Понести Такой Увидев Поворот Обрадовавшись Начал Тот Рассматривать Какие Там Кресты Вот Деревянный Золотой Латунный Маленький Большой С каменьями Но Этот Не Понять Он Долго Выбирал Ходил И Выбор Свой Остановил На Небольшом Решив Поменьше Взять Был Крест И Легок И Хорош И На Другие Не Похож И Человек Он Поднял И Похож И Стоят Прижав Груди Свой Новый Легкий Крест Бери Конечно Бог Сказал Но Как Его Ты Не Узнал Ведь Этот Крест Твой Собственный И Есть Пусть Врата И Труден Путь Часто Хочется Сверхнуть И Бросив Нож Смыть Заленый Бог Но Бог Не Даст Нам Выше Сил А Значит Надо Крест Нести Тем Паче Что Он Сам Тебя Несет Да Юлечка Да Моя Хорошая И Все Кто Присоединяется К Трансляции И Все Кто Ждет Меня В своем Городе Я Рада Рада Я Готова Разорваться На Мелкие Кусочки И Одновременно Появиться Везде Но Это Возможно Только В прямом Эфире Либо Уже Делите Меня И Приглашайте По Взрослому А не Так Приезжайте К нам Когда Нибудь Когда Нибудь Конечно же Приеду Была Еще Заявка На Песню На Песню Пальто И Кофе И Я С Удовольствием И 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 Так Какая Там Тональность Мы Мы Стояли С Моим Божем В Кафетерии Пили Кофе И Скрывались От Дождя Он Восторженно Глядел Глазами Серами Так Глядел Как Лишь Влюбленные Глядят Он Был Молод И Красив Он Любил И Я Любила Но Невкусным Был Тот Кофе И Кафе Дешевым Было И Меня Сказать По Правде Это Звило Я В Пальто Была Дурацком Из-за Бедности Что Не Грела А Уродов Ла Лишь И Страдала Комплексом Неполно Ценности И Пальто Хотела Мады И На Париж Он Смеялся И Шутил Только Я Мечтала В Тайне Что Когда Нибудь Мы Сядем В Самом Лучшем Ресторане Черный Кофе Пить На Бархатном Диване Муж Не Знал Тогда Чем Так Тосковала Я Умер Он В Расцвете Лет А Я Жил Сколько Было В Моей Жизни Не Считала Я Ресторанов Вкусных Кофе Рандем Рандем Пальто Меды Париж Только Нет Его За Мною Но Я Часто Вспоминаю То Кофе Где Счастье Влило Только Я Не Знала Что Была Счастлива Только Я Не Знала Что Была Счастлива Только Я Не Знала Что Была Счастлива Ну Что Вам Ещё Рассказать Ладан Сомали Хорошо Исполни Ладан Сомали Если Не Будет Никаких Вопросов На Которые Вы Хотели Услышать Ответ Может Быть Я Что Ты Просмотрела Пока Исполняла Вы Можете Повторить Свои Вопросы Да Хорошая Песня Богатый Бедный Мне Тоже Нравится Ну Что Петь Тогда Будем Что Ле Вдыхая Вдыхая Замоли, я не прошу виноват. Царица неба и земли, царица неба и земли, покрой меня своим покровом. Покрой меня от тех людей, чьё ранит злое слово. И от зависливых очей, покрой меня своим покровом. Покрой владычица меня от ревности и лести. И от геенского огня, и от геенского огня, покрой меня с родными вместе. Пусть будет в сердце лишь любовь, О тех, кому не скрою. Я тоже причинила болью, я тоже причинила болью. Покрой, покрой своим покровом. Замоли, я не прошу виноват. Царица неба и земли, царица неба и земли, Покрой меня своим покровом. Покрой меня своим покровом. Покрой всех нас своим покровом. Привет, Чехия! Привет, привет! Какая у нас огромная география! Как вы относитесь к посту в еде? Сейчас я отношусь уже спокойно. Поначалу я высматривала на всяких печеньках, есть ли там яичный порошок или там, не знаю, масло, какое-нибудь сушёное молоко обезжиренное. С годами, а их прошло немало, я поняла, что не это нужно Господу. Совсем не это. И я стала намного спокойнее относиться к еде, потому что наш Небесный Отец желает нам самого лучшего. Он не хочет, чтобы мы страдали, чтобы мы себя истязали. Он ведь не изверг какой-нибудь. Он нас любит так же, как мы любим своих детей. Поэтому, если мы можем ради него в чём-то себя ущемить – хорошо. если не можем, давайте попробуем в чём-то другом держать пост. Вне осуждений, например. Это труднее, чем не съесть кусок мяса. Гораздо труднее обуздать свой язык, а тем паче мыслим. Так что пост, я считаю, ну, он условно, конечно, даёт даты нам. Но это не значит, что мы должны прижимать одну стенку желудка к другому, и куда даже вода не прольётся, да, настолько он склеится от голода. И потом, когда наступит Пасха, мы должны так обжираться, что лопаемся. Нужно во всём соблюдать меру, мне кажется. Я не навязываю своего мнения никому. Но я пришла к этому со временем. А его у меня было достаточно для того, чтобы осознать, кто есть Бог, что Он от меня хочет. Чтобы не было, как в том анекдоте, знаете, когда тигр встречает там какую-то живность, я уже не помню какую, типа зайчика, и говорит, «Господи, благослови мне ясти эту тварь, понимаете?» Так вот, чтобы нам не быть такими тиграми и не есть наших ближних, при этом расшибая лоб об пол, давайте не будем уподобляться. Главное не то, что на тарелке, а что в душе нашей. И главное не то, что входит в наши уста, а то, что исходит. Ну почему, Елена Лотарева, не все у меня песни плаксивые? У меня есть и смешные песни, и юморные песни. Альбом, посвященный русским царям, вообще, по-моему, весь такой забавный, смешной. Есть, но давайте я вам сейчас исполню «Богатый или бедный», и вы поймете, что у меня не все песни такие Елена Лотарева. Ну почему вы утверждаете, что все? Ну вот, слушайте песню, которая называется «Богатый или бедный». Отец семьи богатый в деревню сына взял, Пусть мальчик жизнь видит без иллюзий. Ему хотелось, чтобы сын же осознал, Насколько могут бедными быть люди. Они пробыли сутки в семье у бедняка, Отец его спросил по возвращении. Понравилось ли сыну, и понял ли он как, Видны бывают люди в наше время. Понравилось, конечно, сынишка отвечал, Отец спросил, чего ты научился. Таких людей хороших я папа не встречал, И как они богатый удивился. У нас одна собака, у них четыре пса, У нас бассейн в них морская бухта, У нас есть сад у них же бескрайние леса, И нас мне стало жалко почему-то. Не потому, что светят за дуном фонари, А их просторы звезды освещают. Они готовы Бога за все благодарить, А нам всегда чего-то не хватает. ПЕСНЯ 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 Ну вот, Елена, я рада, что я вам угодила. Ой Так, мои хорошие Это что? Фу, я думала, у меня что-то в больной случилось Испугалась Это, оказывается, какой-то пролетел Самолет Очень низко Слышали? Мы слышали? А то у меня в бойлерной иногда тоже бывает гул И я подумала, у меня сейчас что-нибудь там взорвется Ну, слава богу Так, что я вам еще не сказала из того, что хотела Про то, что будем собирать комп завтра я сказала И я благодарю всех тех Не только тех, кто на мой день рождения Преподнес мне конвертик Мои почитатели самые такие ярые Но и моих слушателей с каналов YouTube И с первого канала музыкального И со второго, который называется Театр родной актрисы Я периодически на развитие канала Какую-то денежку получаю И она тоже вся складывается в компьютер И теперь она Ну, вот сейчас компьютер мы соберем И теперь она Пойдет, эта денежка, уже на новый альбом На новый альбом И я надеюсь, что к осени Все-таки мы его запишем Вот, и кстати Вот эти все покупки в интернет-магазине Валдберрис, они тоже очень мне помогают И прожить помогают Потому что концертов сейчас немного Поэтому давайте я вам сейчас вот скажу Что у меня, например, такая есть флешечка еще Путь Кассандры Или приключения с макаронами Юлии Вознесенской Такая очень красивая С логотипом Металлическая Вот, и 15 часов я, между прочим Читаю этот роман Замечательный Вот, потом Флешка с песнями 20 альбомов Это тоже эксклюзивные такие гитары Тоже с моим логотипчиком Если видно Вот, детский альбомчик Такой не альбомчик Детский, а детская флешечка И видите, я такой нарисовала Мордашку И предлагают Она продается вот такая Вот, но можно нарисовать маркером И я предлагаю детям Им очень это интересно Можно стереть влажную салфетку Если не понравится Нарисовать снова Такая вот металлическая Очень приятная флешечка И на ней сказки И сказки сейчас идут тоже По очень хорошей цене С 30% скидкой Потому что скоро У нас с вами Все-таки Пасха не за горами Поэтому Уже пора подумать О подарках Нашим близким людям И я думаю, что Такие вот Молитвы, например Да На флешечке Или Какой-нибудь диск Потом у меня там есть Еще кот в мешке Такая интересная была история Поскольку я сама занимаюсь В основном Всеми этими делами И сама записываю на флешке Поэтому если иногда Что-то там не то Это я виновата Вот И однажды Что-то там было перепутано И Такая пришла мысль в голову Сделать кота в мешке Добавить туда Еще чего-нибудь Еще чего-нибудь И кому что попадется Вот А у меня еще такая история Что Сгорел склад И некоторые Пострадали Диски Пострадали Нотные сборники Ну как пострадали Ну где-то чуть-чуть там Темненькое пятнышко Или там от того Что водой Когда тушили Пролило Ну чуть-чуть Вот так вот может быть Не совсем ровный Листочек Да Вот Но уже все равно Так сказать Я не могу продавать По той цене По которой Следовало бы продавать Поэтому я Эти все вещи В кота в мешке И там очень хорошая Скидка идет Нормальная скидка Большая Но не только там Так сказать На тебе боже Что нам не гоже То есть если там Что-то с брачком То обязательно Что-то есть дополнительное Либо это диск Какой-нибудь Может быть он Без пленки Может быть даже Без обложки Бывает даже Два диска Вот Бывает там Даже попадаются Флешки Но не такие Не гитара А вот та флешка Которая у меня Раньше была Карточка Осталось несколько Вот И я их тоже В качестве кота В мешке Предлагаю И очень конечно Радостно Когда такие отзывы А мне попал кот В мешке И флешка Полное собрание Сочинений Вот Так что кому Что попадет Некоторым Просто новый Какой-то диск Некоторым Если без пленки Диск открыт Тогда С автографом Так что Вот так вот Я думаю Что уже пора Позаботиться О Этих самых О Подарочках И еще В качестве Подарочка Ну я красный Не взяла Черненький Я сейчас рекламирую Еще такой вот Для женщин Это самый лучший Подарок Поверьте Мне Есть красного Пасхального Цвета Такие Красивые розочки Это не просто розочки Это Сумочки В которые Столько всего Входит Она вообще Невесомая И у меня Такая сумка Живет Две У меня такие сумки Живут Смотрите Какая она огромная Ну не такая уж Огромная И очень удобно Ее Когда она нагруженная На плече Носить То есть она И на плечо Может Это самое И так же Легко Она сворачивается Превращаясь В красивую Розочку У меня И красная Есть и черная Так что На Пасху Что там 300 с чем-то Рублей А подарок Очень-очень Полезный Очень хороший Тоже там Скидка Сейчас хорошая Идет на них О Видите Потому что Подарков Всегда много Надо И Не только Самому близкому Кругу А это Прям вот Я тоже Буду дарить Так Что у нас С вами еще Из того Что я хотела Сказать Я все сказала Про новые песни Которые выйдут 1 апреля И 15 апреля Пасхальная Песня Красивая Такая будет Под гармошку Под мандолину В таком Русском народном Стиле Лариса Ну я только что Говорила Что все Это То что я Показывала Продается в интернет Магазине Вайлдберрис Вам просто Нужно зайти Вайлдберрис И в поисковой строке Набрать Светлана Копылова И вы выйдете На мою страницу И там все Увидите Кроме сумок Потому что сумки На другом Этим самым На другой странице Не на моей Тогда вам надо Набрать Сумка Розочка Любимые вещи Любимые вещи Сумка Розочка И тогда вы попадете На Вот эти Чудесные Сумочки А вот Даже Женя Сверчкова Даже И ссылочку Сделала Спасибо Большое Так что Милости Прошу Никто Не вымогает Деньги Ну Я Деньги Не вымогаю По крайней мере Мне не стыдно За то Что я предлагаю Вот Есть ли какие-то еще вопросы Или пожелания Также я напоминаю Что 16 апреля на Пасху Будет встреча Со мной Я буду Одна Без гитариста Это будет Квартирник И в основном Это будет разговор Разговор С глаза на глаз Такое Помещение Маленькое 45 Человек Всего Входит туда И Будем Очень близко Друг от друга И даже Не будет Микрофона Так На флешке Гитара Все песни Да Все 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 Ренат Тебе надо В эту обоську Полную Нагрузить Евангелие Про кота Вы знаете Это История Которую Я прочла В интернете Но мне даже Страшно Иной раз Писать песни Потому что Часто У меня Сбывается То что я Пишу Потому что У меня Была кошечка И ее Вот именно Две собаки Задрали Насмерть После того Как была Написана Песня Причем Мой муж Об этом Сообщил Мне только Тогда Когда Одна из этих Собак Умерла И он Скал Теперь я тебе Скажу Ну и время Прошло Конечно Я так Уже Не страдала Мы просто Думали Ну я думала Что она Куда-то Подевалась Пропала Не пришла Вот Ходила Искала Кричала Ну Вот И Андрей Малахов Который Я была На передаче Песни От всей Души Если кто-то Видел Тоже Назвал Мою песню Тонкая Натура Пророческой Но Там Как раз Собирательный Образ Собирательный Образ Мужчины И Собирательный Образ Женщины Которая Не всегда Ценит Человека Который Рядом С ней И Как часто Получается Что Когда Человек Уходит То Как будто Смерть Это Индульгенция Мы Сразу Прощаем Все И Нам уже Кажется Что Не было Ничего Плохого Все Было Только Прекрасно В нашей Жизни Совместной Нельзя Выпускать Кисанек Но Вы знаете Моя Кошка Она С первого Дня Живет В доме Вот Вы видите Мой Дом Частный Загородный И Она Гуляет Она даже Очень редко Ходит В песочек Даже В самую Лютую Зиму Она Старается Выскочить На улицу Сделать Свои дела И Вернуться По ночам По ночам Летом Так Она Вообще Не Приходит Поэтому Ну Как Тут Не Выпускать Это Их Природа Это Их Природа А Кстати Недавно Совсем У меня Еще Кур Есть Причем Завел Их Муж Курица Петуха Но Осталась В живых Из того Помета Только Одна И я Зачем-то Еще Этим Летом Прикупила Еще Курочек Петух Остался Старый И вот Представляете Я На днях Захожу В свой Курятник Покормить Кур И вижу Там Сова Сова То ли Раненая То ли Что с ней Но она Не может Вылететь Хотя Там Есть Специальная Щелочка И она К нам Не раз Уже Прилетала И она Прям Вылетает Как будто Расплющивается Так Вот И я Смотрю Что-то С ней Не то Короче Говоря Я взяла Ее Домой Принесла Она У меня Весь день Просидела В коробочке Такая Нахохлившаяся Я написала В чат Нашего Поселка И Люди Написали Что Ну Есть Такая Анна Которая Спасает Животных В общем Я ей Написала И Наш Питомец Отправился На такси Один В коробке Отправился В Королев Вот Она его назвала Неблюйка Потому что Она Расчленяла Ему Извините За подробности Мышек Давала Но Он Срыгивал Постоянно И она Говорила Неблюйка И так Вот К нему Это Неблюйка Прозвище Прилипло Вот Но теперь Он Уже Его Оправдывает Потому что Он уже Ест Хотя И Расчлененку Целеньких Пока не ест Но Уже Идет На поправочку Я надеюсь Что Скоро Он вернется В наш лес И Мы будем Лицезреть Его На соседнем Дереве Где Часто видели Такая Вот История Так Ренат Ну Что С тобой Делать Я Прям Не знаю С твоим Сент Женевьев Так Ты Любишь Эту Песню Но Ты Понимаешь Одно Дело С гитаристом Ее Петь И Совершенно Другое Дело Вот Так Вот Как Я Примитивно Играю На Гитаре Если Кто Не Знает То Если Кто Не знает То Я Самоучка И У меня Нет Я Не знаю Нотной Грамоты Да Ренат Я тоже Очень Скучаю Да Орнитолог Я Не знаю Она Орнитолог Или нет Потому что Она Говорит Вот Сейчас Он Совсем Придет В норму Тогда Только Она Его Повезет К Ветеринару Вот Белого Движения Островок Здесь Чужом Краю Посетить Люблю Русской Земли Уголок Сен-Жен-Евьев Дебуа Колыбель Для души Тихо Поют Дерева Уходить Не спеши Вспомни Молитвы Слова Помяни Тех Кто Здесь Сен-Жен-Евьев Дебуа Наша Бог Наша Честь Верность Любовь Пролетая Нет Это Третий Куплет Неподъемный Вес Эмигрантский Крест На плечах Израненых Несли Месяцы В тоске И Кулек В руке С Горсткой Родимой Земли Месяц Сен-Жен-Евьев Дебуа Колыбель Для души Тихо Поют Дерева Уходить Не спеши Вспомни Молитвы Слова Помяни Тех Кто Здесь Сен-Жен-Евьев Дебуа Наша Боль Наша Честь Верность И Любовь Пролетая Кровь И Надежд Разбитых Корабли Сен-Жен-Евьев Сен-Жен-Евьев Дебуа Колыбель Колыбель Для души Тихо Поют Дерева Уходить Не спеши Вспомни Молитвы Слова Помяни Тех Кто Здесь Сен-Жен-Евьев Дебуа Наша Боль Наша Честь Мое любимое блюдо, тут кто-то спросил. Вы знаете, я очень люблю драники. Причем как с яйцом и со сметаной, так и просто с мукой и со сладким чаем с лимоном. Дранички прям вот могу часто есть, хотя многим жареное противопоказано. Мне, например, противопоказано, потому что у меня высокий холестерин. Вот. Я благодарю вас за ваши сердечки, за ваши аплодисменты, пусть виртуальные, но мне очень-очень приятно. В доме поэтов, там будет, наверное, исполнено, может быть, песни три-четыре всего лишь, а в основном это будет диалог с трех до пяти дня. Так что присоединяйтесь, кто успеет. Мест очень мало. Может быть, уже и нету. Мои хорошие, балладу о матери, вот песню о Ксении Петербургской. Мне так сейчас не хочется вводить вас в слезы, честно говоря. Сейчас вот песня о Ксении Петербургской на Ютубе вышла в топ. Я иногда заглядываю в аналитику, смотрю. Сейчас в топе вот как раз «Тонкая натура» и песня «Записка». Вы можете там послушать и посмотреть прекрасный видеоряд Натальи Кузьменко из Кирова. Клип такой. И баллада матери тоже сейчас там в топе. Не хочется сейчас, хочется чего-то, хочется как-то вас утешить. Трудные времена, и нагнетать еще можно не буду. А цирюльник, да, цирюльник можно. К цирюльнику пришел клиент один из многих. Внезапно разговор зашел в них о боге. Цирюльник говорил, коль был бы бог на свете, Народ не знал бы войны, не умирали бы дети. А есть ли на земле такое зло творится, Как этому всему позволил бы бог случиться? Цирюльник утверждал, клиенту брея щеку, Что как тут ни крути, А нет на свете бога. На улице клиент увидел, как бездомный, Заросший человек щетил, чешет сонно, И, возвратившись он, цирюльнику ответил, Теперь я знаю, нет цирюльников на свете. А были бы они, я не встречал бы больше, На улицах людей, и бритых, и заросших, И, поведя плечом, зыльник мыкнул, что же, Пускай они придут, я постригу их тоже. Вот так же и Господь ждет всех людей планеты, Но люди не идут к божественному свету. Спасибо вам за комплименты. Спасибо, мои родные, спасибо, мои хорошие. Так, что-то тут еще кто-то спрашивал. Ну, в основном комплименты. Из старенького, ну, вот из старенького как раз и прозвучало. Мой любимый святой, ну, пусть будет Сергий Радонежский. Полностью видео с концерта не выйдет. Может быть, еще пара-тройка песен отдельных. Потому что первая часть, кто-то, видимо, прошел мимо, И какой-то частью тела задел камеру, И она немножко сдвинулась. И поэтому там ничего не сделаешь, Там половина моего гитариста. Слушайте, ну, я люблю, когда люди выглядят лучше, Чем они могут выглядеть. И если для этого есть средства, то они хороши. Если у девушки совсем нет ресниц, Ну, совсем нет бровей. Может быть, в этом есть прелесть. Такая, знаете, юношеская. Но, Когда женщине, допустим, за 50, А у нее так же по-прежнему и ни бровей, ни ресниц, И если она что-нибудь с собой сделает, Что они появятся, Ну, разве это плохо? Во-первых, ей будет очень приятно самой На себя в зеркало смотреть. Во-вторых, я думаю, что ей всем будет приятно. Возобновятся ли мои рассказы? Очень странный вопрос, Евгения, вы задаете. Потому что мои рассказы не прекращались. Я всего-навсего открыла еще один канал, Который называется «Театр родной актрисы». И по-прежнему, сколько уже, уже долго, На этом канале, по воскресеньям, Так и выходят новые рассказы. Как они выходили на музыкальном канале, Так они сейчас выходят на канале «Театр родной актрисы». И с музыкального канала два раза в неделю Старые рассказы переезжают на новый, На «Театр родной актрисы», Но уже в более усовершенствованном виде. Я там стараюсь и звук почистить, И изображение немножко там сделать как-то. То есть я перерабатываю старые видео И уже в улучшенном виде Выкладываю на канал «Театр родной актрисы». Так что возобновляться нечему. Все есть. Набирайте «Театр родной актрисы» И, пожалуйста, слушайте. Сегодня вот в три часа вышел новый рассказ, Который называется «Жизнь после апокалипсиса». Вот. А на первом канале теперь будут только песни. И там даже, может быть, кто-то обратил внимание из вас, Там даже появилась такая нотка, Которая указывает, что это канал музыкальный, Официальная нотка. И теперь все мои альбомы, Все теперь связано, завязано И с каналом, И со всеми сетями, И с Яндекс.Музыкой, И с Контактом. И, надеюсь, еще наведем порядок в Одноклассниках. И тогда уже совсем будет хорошо. В кино у меня нет предложений никаких, А желание, оно может появиться только от конкретного предложения, Потому что обо в чем я сниматься не хочу. У меня театр родной актрисы, Где мне пишут прекрасные отзывы О моих актерских достоинствах, так скажем. И опускаться ниже этой планки мне не хочется. А кино, как известно, у нас не блещет высотой, так скажем. Высоким искусством не пахнет. Поэтому, поэтому, поэтому. Флешку с клипами. Ну, а смысл? Сейчас все клипы на YouTube-канале. И все, что я стараюсь выпускать. Ну, вот сейчас будет новый компьютер. Я сяду монтировать очень один красивый клип, Который, я надеюсь, Может быть, в конце мая выйдет На песню, на песню Море в очках. Что, почему нельзя? Павел Колобаев спрашивает. Я пропустила. Что, почему нельзя? В Беларусь не собирайтесь хотя бы в мыслях. Я в мыслях всегда с вами, мои хорошие. Павел Колобаев, что вы хотите меня спросить? Я не понимаю. Задайте вопрос снятно. А то вы пишете Светлана. И что дальше? Я не могу просто пролистывать все. Можно ли прислать рассказ? Я буду очень вам благодарна и признательна. Присылайте рассказ. Мой адрес электронный очень простой. Светко. С как доллар. В как галочка. Светко. Как Светлана Копылова. Собачка. BK.ru Присылайте рассказы. И если они затронут мое сердце, То я обязательно озвучу. Озвучу. Так. Бобруйск. Я там была очень давно. Так. Ну вот осень-летовну уже просят не один раз, Поэтому придется, наверное, Испомнить осень-летовну. Давайте. Ветер подметает листья, Краски опрокинув в ночь. Листья – это жизнь и письма, Осень – это лето дочь. Осень-летовна, осень-летовна, На янтарных каблучках По обочинам косы рыжие разметала. Осень-летовна, осень-летовна, Синевой и небес глаза Душу мою на выданье приготовляла. Осень-летовна, осень-летовна, На янтарных каблучках по обочинам, Косы рыжие разметала. Осень-летовна, осень-летовна, Синевой и небес глаза Душу мою на выданье приготовляла. Осень-летовна, осень-летовна, В каждой жизни будет осень, Время собирать плоды. Все, что мы на сердце носим, Станет платы за труды. Осень-летовна, осень-летовна, На янтарных каблучках По обочинам косы рыжие разметала. Осень-летовна, осень-летовна, Синевой и небес глаза Душу мою на выданье приготовляла. Душу мою на выданье приготовляла. Ну что, мои хорошие, час пролетел незаметно. Кто хочет еще со мной встречи, жду вас 16 апреля на Пасху в 15 часов в Дом поэтов на квартирник, 22 апреля в бард-клуб «Гнездо глухаря». Это дневной тоже будет концерт в 14 часов. И лучшие места уже практически разобраны, поэтому имейте в виду. И 22 июня Санкт-Петербург, тоже «Гнездо глухаря», но уже время вечернее 20 часов. Это будет четверг. Очень надеюсь на встречу с вами. Обнимаю всех душой и до новых встреч!